Обратите внимание. У меня сегодня две встречи, а мой глаз меня подводит жутко. Встретилась с девочкой Настей, она дала мне пригласительный. Вилла-бутик у них будет проходить мероприятие, я вам попозже покажу. Очень прикольная сумка. И вот мы с Вовой приехали в салон Трент к Рустаму. Мой глаз до сих пор дергается. Вову надо подстричь, набросать, меня покрасить. Хотя, в принципе, мне мой цвет волос устраивает, но я хочу немножко так поблагороднее. Привет! Меня сейчас будут подстригать. Привет! Конечно, как без этого? Посмотри, какой у меня цвет. Все хорошо, цвет неплохой, но вот оттенок немного, или корни, или переход как-то дешевит. Понял тебя. Получается очень большой контраст. Темная зона вся вот осветленная, да? Хочется поблагороднее, чтобы вот как-то вот... Ты хочешь обесцвечивать, да? Да, надо соединять по-любому. Ты не против съемок? Нет. Вову сегодня будут... Голову хоть помоют. Мастера зовут Сергей. Там есть вот такие краски, очень яркие. Да, это прямая красительная. Если бы я была немного смелее, я бы себе пару прядей бы пустила, розовую и голубую бы, наверное. Да, очень красиво. Такие яркие, я в шоке. Неужели так красят все равно? Да. Прям всю? Да. Обалдеть. Только вот на немножечко... Сейчас все твои. Сейчас. Оцеплим. Верхнюю часть маленько затемним. Сколько по времени? Это уже по ситуации. На этот вопрос у меня нет ответа. Ну, в среднем 15-25 минут. Окей? Ты OLAPLEX добавляешь? Конечно. Или как это? Я просто не знаю, как эта технология действует. Ну, надо добавлять OLAPLEX в краску, получается, да? Да, да. OLAPLEX можно и отдельно лечить. Отдельный продукт. Но точно так же можно вот отдельно добавлять краситель. Такая коротенькая летняя стрижка. Мне аж легче даже жизнь стала дышать. Потому что я уже врос. В последний раз я еще на Украине подстригался. И... Мастер мне попался. Сегодня достаточно хороший. Прям Сергей, как художник, старался по одной... По каждому волосу выстригал мне. Ну, вообще, я доволен. Пока Женю сейчас будут здесь красить, белить. Что-то еще какую-то лампу поставим. Ничего хорошего с ней делать здесь не будет. Я не хочу за этим наблюдать. Поэтому поеду домой или еще куда-нибудь встречусь с друзьями. Женя тоже потом поедет встречаться с кем-то там. Подружками. Женя красится в голубой цвет. В голубой цвет решила покраситься. Видите, голубая краска. Вообще, я не понимаю, когда женщины красят, там что-то подкрашивают. Выкрашивать. Короче, все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пока сижу у Рустама. Мне доставили маленькую посылочку от казахстанских дизайнеров. Два чокера. Покажу сейчас вам их. Оказывается, три чокера. Один черный гипюровый на шее. Такого у меня еще нет. Потом белый гипюровый. Очень интересный, кстати. И шнурок кожаный. Я давно его очень хотела себе. Нужно бантиком завязать. Ссылочки могу оставить под видео на девочку, которая мне подарила их. Спасибо большое. Будем тренировать корни сейчас. Убирать границы. Я уже как постучилась по темному цвету. Клёво. Пришла моя красотка. Не виделись давно. Полгода, да. TODATE! Ещё! Ещё. Ещё… Вот, а глаз мне по-прежнему дергается. Чем больше ты будешь собирать, тем будет темнее. Собирать? Ну, если дульку сделаю, будет вообще разное. Че, у меня дульки часто делаю. Кошку покажи, подожди. Кошка. Супер. Вообще. Мне такой нельзя чехол. Почему я могу поднять? Нет. Мне нельзя. Мы ждем такси и едем в My Cafe, да? Да. Вот. А потом мы едем куда? В Бармаглот, наверное. В Бармаглот. Какое-то очень крутое место. Мы решили поесть. В Бармаглот. В Бармаглот мы едем. Странное название. Мы наелись очень сильно. Настя вручила мне вот такую дизайнерскую сумку. Ручная работа. В этой сумке у меня пригласительный, не менее необычный, на мероприятие, которое состоится в Вилли Бутик и Дрестранс. Два апельсиновых напитка от Сан Пилигрин тоже нам достались. Стильная рамка деревянная. Собственно, три билета для Волы, меня и Сарочки. Доброе утро. Мы вчера с Элой весело очень погуляли. Посетили 100 тысяч мест гламурных в Алматы. И то не все. Оказывается, столько новых заведений пооткрывали, пока нас не было. И все хочется посмотреть, но хочу сказать, что люди все те же самые. Все как ходили. Пять лет назад так и ходят по тусовкам. Поэтому не очень интересно. Много иностранцев приезжих. Удивительно. Вот так выглядят мои волосы. После Будуна. Я уже задумывалась о том, чтобы уйти полностью в блонд. Но, видите, опять мне не удалось это сделать. Мы решили снова постепенно, может быть, выходить в мой цвет волос. Не знаю, посмотрим, пока я так похожу. Лето, осень, зимой, может быть, верну свой натуральный цвет волос. Посмотрим. Не знаю. Но мне очень нравится оттенок у корней. Но и блондинкой мне тоже нравится. Потому что я становлюсь как бы с блондом еще ярче. В общем, мне нравится и мой натуральный цвет волос. И когда я блондинка, я не могу определиться. Пока я похожу так. Напишите в комментариях, какой цвет волос вам нравится на мне. Может быть, мой прежний, может быть, нынешний, может быть, до этого то, что было. Вы как считаете, какой мне больше подходит? Хотя сегодня и воскресенье, но мне уже с утра позвонил курьер и заставил посылку. Так быстро я не ожидала, кстати, с очень полезными продуктами. И я сейчас слежу за своим питанием очень тщательно. Стараюсь не есть ничего вредного и плохого. Потому что я замечаю даже по состоянию своей кожи, чем лучше я питаюсь, тем лучше выглядит моя кожа. Сейчас покажу вам то, что я заказала. Очень интересные продукты. Очень сильно меня интересовали вот эти сиропы. Это нектар светлой агавы, пикмес рожкового дерева и можжевеловый пикмес. Идеальный заменитель сахара. Здесь очень низкий гликемический индекс, что препятствует развитию сахарного диабета. Здесь семена чия и два чая себе заказала. Шоколад из керопа без вреда для здоровья фигуры не содержит сахара, подсластителей, ароматизаторов и других вредных добавок. Вы можете себе представить, что мы сейчас с Сарой будем пить чай, да? Зайка. И еще вот три шоколада тоже из керопа. Миндаль, необжаренный кероп и обжаренный кероп. Это натуральная сладость. Как? Кстати, очень вкусные. И по вкусу вообще, как шоколад, без сахара самое главное. Без сахара это хорошо, можно есть много? Нет. Надо кушать по чуть-чуть, Сарочка. В общем, Сара приехала домой на выходные от бабушки. И у нас бассейна большого нет, но есть надувной маленький, еще с детства ее японский. Сара счастлива, тебе нравится, да, Сарочка? Да. Налили водички тепленькой, игрушек. Супер развлечение. Намазали кремом солнцезащитным. Покажи свой купальник, какой красивый я тебе купила. Стань, какой красивый, посмотри на меня. Посмотри, вот тики-тики-тики. Тики-тики. Красотка. Мама, еще что-то сниму. Рыбки, у тебя акула и дельфин. Ну все, давай купайся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова